Продолжение следует... В первом репортаже, который вы увидите сегодня, мы представляем вам новую дрипку из титана и новый батарейный блок, рассчитанный на аккумуляторы 26650. Итак, кто же у нас сегодня представит Буч? Итак, в сегодняшней нашей беседе участвует Михаил, Art of Excalibur. Правильно я сказал? Верно. Изобретатель, известный такими шедеврами парительного искусства, как Гидра, Сварог Генезис и Дрипка Грифон, которые у меня пока еще есть в коллекции. Вот, а собрались мы по поводу, сделали такой телемост, чтобы посмотреть, как работает прототип Лепрекона. Это наше совместное детище. Мне приятно это осознавать. Это дрипка, которую я давно хотел воплотить. Это титан, 22 мм, пока у нас только железная колба, ну не прозрачная, но материал полностью титан. Лепрекон, ну вот, название такое родилось. Пока оно без гравировки, но вот, Миш, покажи. Как выглядит на Варе. Да. Это с большим дриптипом. Так, чтобы больше понимать его получше, поставим более короткий. Ну вот, с каким он будет, правильно же? Да, это с которым, скорее всего, будет поставляться. Ну, не знаю, насколько на гномика похоже, но, по-моему, очень прикольно. Как устроено внутри, всё элементарно. Самый главный элемент это не проливайка, да. Потому что, если взять прародительницу, которая всё равно нас вдохновила на это, ну, меня вдохновила, Т-21, тут, к сожалению, не проливайки нет. И если сделать вот так, то есть вероятность, что вытечет жижа. А там у нас таких сюрпризов не будет. Да. Значит, уплотнение идёт у ринг. И такая, не маленькая, не проливашка идёт. Главное, что она функциональная. Да, она, кстати, очень функциональна. Смотрим дальше. Она вкручивается, выкручивается? Нет, она выточена. Несъёмная. Да, она несъёмная. То есть, ну, смысл... Ну, так мы и задумывали, да. Колба обычно идёт. И внутри две стойки. Вот стойки надо, да. Шаг резьбы больше, чем у грифона. Соответственно, резьбы будут лучшего качества, более просто откручиваются и закручиваются. Правильно я говорю? Вот. Ну, это у нас такая простенькая намотка. Поэтому, как бы... У нас тут что? Супер нить? Значит, здесь... Даже не супер нить. Обычная нитка 0,8 мм толщина. Здесь 6 нитей идёт. Нихром намотан на иглу. Обычную, 10-кубового шприца. Диаметр нихрома 0,16 мм. Так. 6 витков. И в общей сложности получилось 2,3 Ома сопротивления. Значит, особенность внутри самой чаши в коннекторе существует такое углубление, куда укладывается нить. И, соответственно, больше объём самой жидкости получается. А, то есть, как бы она стоит так вот? Вот, я сейчас постараюсь показать, чтобы более понятно. Понял, да-да-да-да. То есть, специально для концов, чтобы их уложить туда. И тут такая особенность есть. Вот эти две камеры, которые внутри по бокам получаются, вот, с одной стороны и с другой стороны, они совмещаются друг с другом. Сообщаются. То есть, жижа, которая находится в одной, она распределяется плавно на другую. Этот момент очень важен, как показала практика. Ну, естественно, регулировка. Ну, чтобы туда-сюда жижа перетекала, правильно? Чтобы не было подсыхать. И регулировка затяжки. То есть, здесь два отверстия. Забор воздуха. Вот это отверстие. Второе отверстие. Там находится установочный винт, с помощью которого регулируется сила затяжки. Регулируется. В этой версии будет установлен винт для обычной шлицевой отвертки. То есть, вставим и регулируем, как вот нам удобно, более комфортно. Так, сейчас соберем. Это все. Ну, соответственно, в конечной версии будет еще гравировка у нас. Да, гравировка. Уже в работе, да. Красивая. Образец, который уже можно посмотреть. Леприконистая, да. Как она выглядит? На телескопе. Телескоп это китайский обычный. То есть, чтобы иметь представление, как выглядит это, я думаю... А телескоп тоже 22, да? Да, телескоп, по-моему, 22. Лепота? Сейчас посмотрим, как... На опытном образце смотрится батарейного блока 30 мм. Кодоаккумуляторы 26650. Вот таким образом это выглядит. Вау! Копочка! На сегодняшний день этот батарейный блок существует в единственном экземпляре. Это опытный образец для установки каких-то нюансов технологических. И... Может, какие-то недостатки существуют. Ну, я так понимаю, 26650 это самая сейчас такая новомодная тенденция, потому что большой аккумулятор, емкий. Модная тенденция, так сказать. Вот такие, довольно-таки здоровые. А материал? Данный материал это D16 сплав алиминиевый. Простая, изолятор идет и латунная кнопочка. Ну, он же уже функционирующий, то есть образец. Да, функционирующий. Значит, коннектор выполнен следующим образом. Воплощены самые лучшие приемы. Практические фантазии вейперов. Да, идет обычная регулировка под аккумулятор. То есть выбрать можем любой размер аккумулятора. Если, допустим, где-то какой-то допус, чуть больше, чуть меньше аккумулятор по длине, мы можем отрегулировать. Так же само регулируется вторым регулятором высота плюсового коннектора. То есть под любой атомайзер. Сейчас, наверное, посмотрим. Высота этого испарителя, значит, дрипки без дриптипа 44 мм, диаметр 22 мм. Вес вот с данным дриптипом, с установленной спиралью и залитой жижей около 2 мл, 26 грамм. В общем, практически невесомо. Да, довольно-таки легкая вещь. Если накручивать, скажем, на варю, то даже взять в руки, реально ощущается разница. Очень сильно. Ну, это титан, как бы, чтобы говорить. Титан сам по себе, очень легкий материал. Чуть позже надо будет сделать фотографии, сделаем более подробный обзор с фотками, с гравировкой. И попарим. Да. Подсоединяйтесь, подключайтесь, приобретайте и пользуйтесь. Покажи, как париться-то на мехмаге. Я уже... Не мучь. Так, надо чуть-чуть затяжку сделать другую, но надо чуть-чуть ее послабить. Услабить. Вкус передает очень хорошо. Ну, сами дрипки по себе очень хорошо вкус передают. Ну, здесь, конечно. А сколько миллилитров помещается в дрипку? Здесь, сейчас не помню, я расчетную величину, по-моему, называл уже, мы писали где-то около трех миллилитров, по-моему. Тут надо мерить образец, потому что, как будто математика, здесь реально нужно залить и посмотреть. Ну, мне кажется, около трех, это легко. Да, значит, тоже немаловажный момент. Здесь, вместе под дриптип, широкое горлышко. То есть, можно прямо сюда заливать. Ну, тут опять же, на вкус и цвет. Если кто хочет заливать, хочет из ведра, то, конечно, лучше открутить крышку и, пожалуйста, сюда можно залить. Там с флаконом, в принципе, можно заливать. Страшно, ничего нет. Ну, вот, чем хотелось порадовать, что хотелось... Ну, замечательно. Теперь главное, чтобы она попала в наши пытливые ручонки. Мы ее всячески... Да, испытаете. Вы будете первые. Я вас обрадую. Посмотрим, что получится. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok